Радиостанция «Вести плюс Луганск», телеканал «Луганск-24». Вы пили телерадиомарафон «Здесь и сейчас» в студии. Ведущий Ярослав Замита, ну а у нас в гостях Алексей Анатольевич Андрющук, председатель спортивного клуба «Далевец» Далевского, моего родного университета. Добрый день. Здравствуйте. А также Дмитрий Владимирович Курбаский, главный тренер сборной команды по футболу спортивного клуба «Далевец» того же университета. Добрый день. Добрый день. Что ж, прошли игры очередные уже чемпионата Национально-студенческой футбольной лиги в России, где «Далевец» принимает участие и, судя по результатам, успешное довольно-таки. Согласен, довольно успешное. Давайте начнем с того, что было в первом туре. Первый тур, он был в конце мая, начался, да? Три игры. Что это были за игры? Каковы результаты? В первом туре, первый тур был в городе Волгограде. Выезжали мы в конце мая, если не ошибаюсь. Противостояли нам три команды. Это Пермский национальный, вернее, государственный научно-исследовательский институт. Затем Северо-Восточный университет. Это Якутия и техникум из Владикавказа. Первая игра закончилась за счетом 1-1. Но остальные игры мы выиграли довольно-таки уверенно. 6-1 и 6-0, соответственно. Поэтому, ну, как бы, считаю, на свой взгляд, выезд довольно удачный. Вполне. С учетом того, что это были первые соревнования с участием спортивного клуба «Дарец», непосредственно футбольной командой. Соответственно, где-то было переживание, где-то был некий мандраж по футбольному. Но все случилось так, как случилось. Я считаю, что это довольно-таки неплохо. Хорошо выступили ребят. Все поздравили. Может быть, Дмитрий Владимирович что-нибудь добавит, естественно. Вопрос такой по организационной. Ребятам не пришлось с колес сразу же на поле? Нет, нет, нет. Мы приезжаем день на восстановление после дороги. И со следующего, это так, как бы, формат турнира предполагает. В день приезда мы отдыхаем. И со следующего дня мы уже начинаем играть. Но потом идет три игры подряд. И, соответственно, третий день игра. После игры мы уже непосредственно уезжаем домой. То есть три игры подряд. Это тяжеловато, скажем так. Да, ну, я думаю, что да, конечно. Это тяжеловато, в общем-то. Ребята молодые. Но выдерживаем. Это хорошо, значит, физика хорошо. Значит, тренируемся правильно. Ну, да. То есть, если... Вот первая игра была 1-1, да? Да, первая. Когда свежие только вышли, с полной силы еще более-менее, да? Ну, надо отдать должное еще и пермской сборной команды. Это довольно серьезный коллектив, да. То есть, ну, мы противостояли, к чести сказать, могли и выиграть, но и могли и проиграть. Поэтому тут, знаете ли, ну, повторяюсь. Тяжело. Тяжело. Согласен, тяжело. Еще раз, и это первая игра. Присутствовал некий мандраж и некоторые переживания, конечно, за результат, как у тренерского штаба, надеюсь. И у меня в том числе. И думаю, что и у ребят тоже. Дмитрий Владимирович, тогда к вам вопрос такой. Дело в том, что если говорить о чемпионате Луганской Народной Республики, то более-менее соперники известны. Как играют, известно. Выезжать туда и в первый раз видеть чужие команды, как с ними играть, как принимается решение? Непосредственно на поле? Ну, хороший вопрос, да. Чемпионат, мы знаем здесь всех луганских ребят, кто как играет, от чего отталкиваться и все. А вот не участие, это первый раз вообще участие любой команды Луганска, да, в национальной соединительской лиге. Такого еще и не было. Первый раз мы выехали, дорога не сильно далекая, приезд, все новое, все интересное, все как бы как с чистого листа. И какую-то информацию мы смотрели по прошлым годам, как играет команда. Где-то в YouTube были какие-то записи или еще что-то? Ну да, выкладываются были, они транслировали. Мы в прошлом, позапрошлом году ездили, смотрели формат высшая игру БА, да, и обсуждали эти моменты, откуда ребята, как они играют, как они соигруются. Поэтому, когда мы приехали туда, мы знали, что единственный из соперников, который будет, это первая игра с колес, в общем, непонятно было, что как. Но приехали, оттренировались, нашли поле, хорошую провели тренировку, помылись, утром сделали зарядочку, там прошлись, позавтракали и вышли в бой, да, первые минут 15 было освоение. Когда, как, не то, что команды, а вообще ко всему этому футбольному, потому что открытие, флаги, кинокамеры, камеры, трансляция, онлайн, составы, объявления. А еще и после коронавирусного, когда вообще не зрители, ничего, да? А еще, скажем, больше, 8 лет вообще ничего не было. Это такие вообще первые соревнования, куда можно было выехать и себя показать, ну и на других посмотреть. Поэтому, как бы, да, первые минутки было, волнение было потом, когда футболист выходит на футбольное поле, один пас, второй пас, атака, мяч, уже пропотел, все вышло и спокойненько. Делаешь свое дело. Да, спокойненько делали свое дело. Первая игра была вкатывающая, как бы, посмотрели, ничего страшного вообще нет. Да, пропустили гол один, но забили, пенальти отбили. Интересная интрига была, молодцы все, сыграли здорово. Ну, это по первой игре. Не буду перескакивать дальше. Ну, давайте сразу же перейдем к следующим играм. Там все-таки и счета крупные, я так понимаю, соперники все-таки были слабее. Да, по уровню команды, по уровню команды были слабее, не будем там говорить. Но перескочу сразу, очень положительный эффект остался в Якутии, которая во втором туре сыграла вничнюю с Москвой. Это было просто... Ну, это был для нас второй тур, а вообще третий тур. Забрала себе, добавила очечка и забрала два очка у Москвы. Хотя Москва была одна из претендентов в тройку попадания команд. Ох, я вспоминаю в свое время, когда Заря играла, Днепропетровск отсюда не мог вывести больше одного очка. Вот он может Динамо выиграть, может у Шахтера выиграть. У Зари не может вытащить дома, вот из дому, вот не заберет больше, чем одного очка. Бывают такие команды неудобные, да. То есть, и тут, получается, с Якутией, да, вот наши ребята сыграли с ними... Я просто к примеру говорю, мы сыграли с ребятами из Якутии 6-0, да, получается. Две игры подряд, да. А они, тем не менее, у москвичей забрали. И Москва с ними ничего не смогла сделать. Не смогла найти ключик к этой команде, что с ней делать. Ну, скажем, не то, что ключик. А вот у Москвы был спаренный выезд, да, и они первые стартанули неплохо, обыграли, обыграли, как бы шли. Потом у них серия неудач, мы сыграли, обыграли их, они 1-0 выигрывали 3-1. Как бы, считаю, по игре моменты были у нас больше, мы владели инициативой, и именно голевым моментом. А вот игра с Донецком, им далась вообще, это был курьез. Они выигрывали 1-0, и на четырех добавленных минутах они пропускают два гола, проиграют 2-1. На четырех добавленных минутах. Это Дончане, которые... Да, хотя Москва выигрывала 1-0, и собраться уже на Якутов, уже, ну, не знаю. А, то есть думаете, они расклеились, морально как-то? Чисто психологически. Плюсы считают, Донецк обыграл Якутов 10, мы 6, может быть, нас трое вышли, думаем, обыграем. В легкую. 2-0 выигрывали, 2-2 сыграли. Вот футбол тут. Непредсказуемо. Да, и в этом сейчас вот у нас каждая игра, каждая игра, это очень серьезная, тем более, когда между собой теряешь очки, в троечку уже попасть сложно. Хотя команды Донецк, Москва преподавали, мы, Перемь и Новочеркасск. Единственные такие команды, которые могли или могут даже и побороться. Еще два тура, еще очень все между собой играют. Второй тур, собственно говоря, вновь три игры, где в этот раз проходили вот последние, вот уже сентябрьские игры. В Ессетуках, это Ставропольский край, великолепное место, воздух, город красивый. Вот, ну, естественно, мы тоже заранее приехали. Вот, и нам противостояли то так же три команды, собственно говоря. Это, как мы уже упоминали, АМВД ДНР, то есть это Академия внутренних дел ДНР, те же самые Якуты, о которых мы упоминали в этом разговоре. И Московский технический университет имени Баумана. Ну, довольно известное, в общем-то, учебное заведение. Вообще, да, это такой очень сильный технический университет. Причем упоминались по поводу Баумана о том, что они чемпионы Москвы. Они действительно чемпионы Москвы среди всех вузов московских. Соответственно, мы где-то с опаской относились к этой команде. Вот, причем ребята там довольно-таки рослые, практически все, да, то есть под метр девяносто, то есть как бы вот такие вот Гардемарины. Высокая команда. На втором это же не поиграешь, да? Абсолютно верно, да. Поэтому тут уже, естественно, наш главный тренер принимал определенные правильные вещи, которые, собственно говоря, потом провели вот к такому замечательному результату. Ну, и ребята, собственно говоря, молодцы. То есть они полностью собрались, они со старта выдали те установки, которые были сделаны в раздевалке, собственно говоря, молодцы, отыграли. С чем, собственно говоря, тоже их хотел бы поздравить. Но отдельно хотел бы выделить, я думаю, что мы еще в беседе коснемся этого вопроса, связанного с вот этим Донецким дерби, да? То есть это третий матч был, его обозвали, пресса НСФЛ обозвала Донбасское дерби. По отзывам специалистов, по отзывам пресса, это был лучший матч группы Б. Нет, ну, как бы вот до этого всех сыгранных матчей в группе В, в которой мы, собственно говоря, принимаем участие. И действительно команды бескомпромиссно боролись, не, ну, как бы жестко, но не грубо. Ну, желтых там хватало. Да, желтых довольно-таки много было, согласен Иголов, собственно говоря, пять. Да, но мы все-таки держали под контролем игру, мне так показалось. Вот, постоянно где-то, может быть, были какие-то ошибки, но все-таки игра была под нашим контролем. Вот, но и Донецкая команда довольно-таки серьезный коллектив. И вот у нас следующий выезд, который мы будем выезжать на четвертый тур, у нас также в городе Ясентуки, мы играем непосредственно второй вот этот матч. Начинаем, начинаем следующий тур с матча с АМВД ДНР, то есть Академия. Иголовичем заканчивали сейчас, в следующий раз это вы начнете. Да, 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 поэтому здесь опять же шинтрига и тура, и, собственно говоря, и это первый матч, нужно собраться правильно, нужно подготовиться психологически, в первую очередь, к этому матчу ребятам. Вот, здесь очень большая роль тренера, я считаю, и, соответственно, и психология, и настрой, и моральная. У меня вопрос, это был третий тур или второй тур? Понимаете, я понимаю, что в один тур какая-то команда пропускает, поскольку их нечетное количество. Это был третий. Это был третий тур, все, я просто подумал, что это второй. Мы сыграли первый, потом пропустили, сыграли третий тур, сейчас будет четвертый тур. В четвертом туре вы встречаетесь с даньчанами, с Новочеркасскими еще? И если... А, Владикавказ, технику мы с Владикавказа. Кстати, тоже ребята очень хорошие, с темпераментом вот этим восточным, да, то есть, как бы, неплохие ребята, и тренер довольно-таки, как бы, у них, ну, компетентный человек, в общем-то, в этих делах, Сергей Загоев. Мы с ним общаемся, и, в общем-то, и в онлайн-режиме, и так по телефону, поэтому там тоже, как бы, легкой такой прогулки не будет, но все-таки, мне так кажется, еще раз говорю, это мое мнение, все-таки у нас класс игры несколько повыше, нежели у них. Ну, это я отмечал ихний тренер, в общем-то. По-моему, у нас Александр Малыгин был, он говорил о том, что они... Просто они рвутся вперед, вот они вот как паровоз вперед, а защите практически не думают. Да, есть такое, и очень важно, опять же, на мой взгляд, очень важно составляющие кураж команды, для них конкретно, то есть, как бы, они, если они пропускают, то у них несколько кураж падает, и они начинают уже где-то садиться, где-то проседать, где-то не добегать, и вот эти маленькие эпизоды как раз и решают итог на табло этого матча с ними. Поэтому тут, ну, есть, собственно говоря, чему учиться, и всегда в футболе есть чему учиться, в общем-то, как и в жизни, по большому счету. Так что оптимизм есть у нас, и мы будем стараться, как минимум, не хуже выступить, а там посмотрим. Футбол вещь непредсказуемая. Ну вот после трех туров какова ситуация в турнирной таблице? Мы сейчас идем на первом месте. Ну, все-таки пять побед, одна ничья. Да, да, причем наша команда еще ни разу не проигрывала. Ну, я же говорю, пять побед, да. За нами идет МВД ДНР, у нас 16 ачей, МВД ДНР, 15 ачей на одну очку, и ниже 12 ачей это у Перми. Но они, как мы говорили, пропускали матч, поэтому с Перми мы встречаемся уже непосредственно в пятом туре, это будет в ноябре, и вот там как раз, наверное, все уже как бы решится в окончательной расстановке мест в первой призовой тройке. Я так понял, Данчан, все победы, кроме поражения от нас? Абсолютно верно. То есть, если отставим только на одну очко, то значит, у них ничейных результатов не было, они чистые победы. Ну, молодцы ребята, тоже, да, будет забавно посмотреть, если получится, думаю, очень хотелось бы. Мне бы хотелось бы чуть-чуть добавить освещение матчей и сама программа подготовки, еще раз говорю, пресс-освещение этих матчей. Это постоянные прямые трансляции в Ютубе, то есть онлайн-режим, прямые, повторяю, трансляции, это очень хорошо. Есть ссылки хотя бы там на сайте, дарятся, чтобы люди могли зайти и узнать. В ВК есть ссылки, НСПЛ. Мы выдаем, в смысле, мы выкладываем и на сайте университета, и в нашей страничке ВКонтакте, и, соответственно, есть страничка и ВКонтакте, и сайт Национальной студенческой футбольной лиги. В принципе, в любом из этих источников можно найти эти ссылки, на них, под ним пройти, соответственно, попасть на ту трансляцию. А матчи вот по времени НСПЛ, они проводятся в 10 и в 12.30. Дня. Дня, да. То есть с 10 начинается первый матч, и второй матч в 12.30. Играют в день две команды. Это получается какого числа у нас? У нас получается следующая игра. Девятого. Девятого в 10 часов. Девятого октября в 10 часов мы встречаемся. Это воскресенье. Так что это прекрасно. Прекрасное время. Да, время. Выходной день. Выходной день, 10 часов утра. Да, 10 утра. Заходите, смотрите обязательно, потому что, ну, поддержите своих. Возможно, на ваших глазах... Болейте за наших. Да, на ваших глазах рождаются, возможно, будущие футбольные звезды, которые будут играть не только в студенческой лиге, но и пойдут дальше, и вы сможете посмотреть. Ну, и не только на наших ребят. Опять же, это будет очень интересно. Еще одно донбасское дерби, да, еще одно противостояние. Думаю, обязательно зайдите, посмотрите. Или, я не знаю, просто, если не сможете прямую трансляцию, не знаю, запишите, скачайте, потом обязательно пересмотрите, если вечером. Ну, это возможно. Она есть в записи, они все игры есть, они все висят. Можно в любое время зайти туда и посмотреть любую игру. Очень хорошо. Желаю вам успехов на поле футбольном. Я не хочу, скажем, не посрамить Луганщину. Уже не посрамили, уже даже вот при нынешнем результате. Это очень хорошие результаты для дебюта, вот, и для нас, и для Донбасса, это просто прекрасные результаты. Кстати, между прочим, Донбасское дерби проходило в первый день референдума. Об этом тоже россияне все напоминали. Донбасское дерби с таким искрометным результатом, искрометной игрой и в первый день референдума. То есть мы где-то еще и вот как бы... Сейчас отыграем и голосовать. Да, наверное. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Напомню, нашими гостями были Алексей Анатольевич Андрющук, председатель спортивного клуба «Далевец» Луганского государственного университета имени Владимира Даля, а также Дмитрий Владимирович Курбасский, главный тренер сборной команды по футболу спортивного клуба «Далевец» Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Приходите к нам еще. Ждем вас в октябре. По результатам... Приглашайте. Приглашаем прямо сейчас. Приходите, рассказывайте. Ну, а мы, надеюсь, со слушателем будем смотреть все эти матчи и сможем как-то подробнее даже обсудить те или иные моменты. Да. Спасибо. Болейте за наших. Самое главное. Будем болеть. Мы уходим на небольшую паузу и продолжим наше обещание через несколько минут. Спасибо. Спасибо.